Доходный дом Шмуеловичей на улице Амурской уже упоминался в нашей рубрике «Гид для в Рио». Более ста лет назад здесь проживал один из членов семьи Шмуеловичей, занимающихся мучными и сисными продуктами. Дом строился для еврейских купцов и был украшен огромным количеством резных элементов. Строили на века. Дом стоит на литом фундаменте, а стены сложены из огромных бревен. Даже спустя более века здание уверенно стоит, правда облик свой потеряла. Виной тому череда пожаров. Последний поджог был, я уже точно не помню когда. Ну получилось так, что после второго поджога вот эту квартиру, хозяева квартиры решили восстановить. Они сделали большой ремонт, взяли суду огромную и восстановили полы, стены покрыли ГВЛ, натяжные потолки, ну вот видно где там это все. Вставили пластиковые окна, завезли мебель, поставили новую печь. Ну и поджигатели вроде бы как дождались, когда закончатся ремонт и цинично сожгли полностью весь дом. Дом является памятником архитектуры регионального значения, а преданные ему жители четырех квартир поддерживали здание в хорошем состоянии. Меняли проводку по всему дому, ремонтировали крышу и печи. Помощи не ждали ни от кого, уютно жили и не знали бед до 2016 года, пока дом не начали поджигать вместе с его жильцами. В одной квартире поджигали диван, залезли, ну пошел просто запах и залезли, люди зашли и потушили. А второй раз закинули в окно бутылку с зажигательной смесью. Но бутылка, увы, не разбилась и пожара не произошло. Поэтому на третий, следующий раз подожгли нашу квартиру номер 4 с улицы. Через два дня подожгли квартиру номер 2. Ну в то время, когда сильно таких нарушений не было, ну немножко подгорела крыша и фасад, и так мы готовы были восстановить. Александр Луковников проживает в этом доме с самого рождения, с 1964 года. За все это время дом никто не ремонтировал, а до того, как он сгорел, управляющая компания не вбила ни одного гвоздя. Поэтому сохранять памятник приходилось своими силами. Именно благодаря жильцам здание простояло в первозданном виде до наших дней. Пережив первые два пожара, люди сами восстанавливали дом в надежде на долгую и счастливую жизнь в его стенах. На ремонт квартиры для своей бабушки Елена Назарова потратила 400 тысяч. Однако у кого-то были другие планы. И за ночь до новоселья 2 сентября 2017 года произошел еще один поджог. Последний для доходного дома Шмуловича. Говорит, восстанавливайте. Ну как я буду восстанавливать? Уже теперь. Ну как? Ну, мол, частники, восстанавливайте. На что я буду восстанавливать этот дом? Опять куда-то залезть? Нет уже, конечно. Ну, конечно, я обращалась в райисполкомию. Куда? Ну, просто хороший мне совет дали. Бабушку сдать дом престарелых. Вот и все. По заключениям пожарной службы все три пожара произошли из-за поджогов. Полиция до сих пор не может найти пиромана, а жителям сгоревшего дома приходится ютиться у родственников. Ремонтировать дом за счет бюджета никто не будет, квартиры приватизированы. Да и у города на восстановление культурного наследия денег нет. В войне с бюрократической системой жители, полюбившие свой дом всем сердцем, проиграли и остались один на один с обуглившимися деревяшками. После последнего пожара сгорели все перекрытия и сгорела крыша. Квартиры мы свои сами, конечно, восстановим. Но мы-то просим помощи, чтобы нам хотя бы крышу сделали. Но, увы, нигде нет денег. То есть мы обращались в охрану памятников, где нам сказали, что бюджетных денег нет. Но вот последний раз я была, подписали документы о том, что вы сейчас там проектная документация, они там делают, выделили из вне бюджетных денег только на проект. А когда этот проект будет, еще неизвестно. Брошенный властями дом еще мог бы простоять не один десяток лет и олицетворять частичку истории города. Но, видимо, у кого-то другое мнение на этот счет. Умышленные поджоги происходили в этом квартале регулярно. Поджигали и опустевшие здания ГАИ и множество других построек. Может быть, кто-то просто освобождает место? О богатом прошлом теперь еще долго будут напоминать обуглившиеся массивные бревна и обгоревшая резьба. Сгоревший памятник архитектуры уже стал пристанищем бомжей. Дом не огорожен, а сносить его никто не собирается. Да и кто его снесет? Он же памятник. Памятник бесчинству и равнодушию. Иван Тимофеев, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Иван Тимофеев, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.